Желтые тюльпаны, вестники разлуки, пела звезда российской эстрады Наташа Королева. Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви, считает известный кинорежиссер Сергей Соловьев. А вы уже решили, в какой цвет будет окрашен букет для ваших близких и любимых? Флористы и дизайнеры предлагают не стесняться в выборе красок. Сегодня в моде все оттенки радуги. Главное, с каким настроением и какими эмоциями будет подарен этот букет. К цветам нужно приходить только с хорошим настроением, считает главный агроном предприятия, коммунальник Оксана Гаргун. И дарить их только от всей души, искренне. За шесть лет работы в тепличном комплексе Оксана Гаргун изучила королеву цветов наизусть. Роза была и остается любимым цветком миллионов женщин. Красивая, неприступная, иногда капризная, но всегда притягательная, независимо от цвета или фактуры. Цвет цветка, я думаю, всегда имеет какое-то значение. Вы же знаете, что нежность и благородство, честность – это все цвета светлых тонов. Алый цвет, бордовый цвет – это цвет любви. Розовый оттенок – это такой нежный цвет, который в сочетании с цветом бордовым и белым можно соединить в один букет. Белая с розовой окантовкой – Джамиля и бордовый – Престиж. Желтый – Пенни Лейн и персиковый – Пинча Валанж. Розовая – Анна Карина и белый – Аваланж. Роза в каждом цвете смотрится превосходно. За благородство линий и изысканность этот цветок и получил свой королевский статус. Наши мужчины, как всегда, обычно любят бордовый цвет, но в последнее время занимаются и креативом. Это пользуются разные цвета светлых оттенков. Бывают букеты, которые вместе собрано несколько сортов и разных оттенков, когда они хотят отразить свою любовь, чувство нежности и благородство, сочетая все цвета в одном букете. Первое упоминание о розе датировано V веком до н.э. Это уникальный цветок. В истории человечества нет другого растения, которое бы служило таким универсальным символом красоты вне времени и вне моды. Роза была и остается царицей цветов, признанной во всем мире. И не важно, какая пора года за окном. Короткие розочки, которые являются в букетиках яркими, насыщенными цветами, весенними, особенно весной, когда разнообразия красок еще на улице в природе так мало, они в сочетании дают праздник весны и приход весны, которые мы ждем солнечными днями все больше и больше. А чтобы букет, подаренный любимым человеком, долго радовал своей свежестью, за ним нужно не только правильно ухаживать. Относиться к ней с любовью, с нежностью и со всеми душевными чувствами и принимать их также. Дарите женщинам цветы. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.